Продолжаем наши вебинары, посвященные разделу «Физиология крови». И тема нашего сегодняшнего вебинара – это клеточный состав крови, клетки крови. Итак, давайте немножечко вспомним, что мы с вами уже разбирали на первом вебинаре. Мы познакомились с вами с составом крови, узнали, что это одна из биологических систем, которая включена во внутреннюю среду организма. Кровь, как мы уже знаем, состоит из двух отделов. Это жидкая часть крови, плазма крови, и форменные элементы крови, которых по отношению к общему объему 40-45%. Итак, форменные элементы крови представлены тремя видами клеток. Это эритроциты, которые еще называют красные кровяные тельца. Это лейкоциты, которые также вы можете услышать, как белые кровяные тельца. И это тромбоциты. Итак, начнем. Самыми многочисленными клетками крови являются клетки эритроциты. Их больше всего – это клетки, которые содержат в себе гемоглобин. В чем особенность строения клетки эритроцита? Даже на представленной картинке заметно, что форма эритроцита имеет такую двояко-вогнутую форму. И это неспроста. Двояко-вогнутая форма эритроцита способствует тому, что у эритроцита увеличивается площадь соприкосновения его с кислородом. И это очень важная особенность этой клетки. Так как одна из основных функций мы сейчас увидим дальше – это функция дыхания. А также нужно сказать, что в результате эволюции случилось так, что клетка эритроцит отличается от всех других клеток организма, так как у этой клетки нет ядра. Безъядерная клетка в организме человека. Освободившееся место, оно не пустует, оно занято гемоглобином. Таким образом, гемоглобин тесно связан с эритроцитами и находится он в них. Если посмотреть на самый эритроцит, то продолжительность его жизни составляет примерно около 120 дней. То есть примерно около 4 месяцев живет эритроцит, а в дальнейшем он подвергается разрушению. Наличие гемоглобина в эритроците – мы сегодня узнаем, что в гемоглобине содержится железо – обеспечивает эритроцитам красную окраску. Так как эритроциты – это самая многочисленная группа клеток, то и кровь в целом у нас тоже имеет красный цвет. Функции эритроцитов. Нужно сказать, что самая главная функция эритроцитов – это, конечно же, дыхатель. В чем она заключается? Эритроциты – это клетки, которые обеспечивают перенос кислорода от легких к тканям. То есть каждой клеточке нашего организма эритроциты доставляют кислород. А так как клетка живет, в процессе своей жизнедеятельности выделяет определенные продукты, метаболизмы, в частности, это углекислый газ, СО2, то эритроциты в клетке, отдав кислород, забирают углекислый газ и транспортируют обратно его к легким. И мы уже СО2 выдыхаем в окружающую среду, и вместе с выдыхаемым воздухом к нам поступает кислород. Следующая функция – это функция питательная. Питательная функция, или по-другому она еще называется, трофическая. Эритроциты осуществляют транспорт аминокислот, основного строительного материала от органов пищеварения, опять же, каждой клетки нашего организма. Следующая функция – это функция защитная. То есть эритроциты на своей поверхности, они способны осаждать, или по-другому мы говорим, адсорбировать различные токсины и антигены. И таким образом они принимают участие в иммунных и аутоиммунных реакциях. И, конечно же, это регуляторная функция. Регуляторная функция заключается в том, что эритроциты и находящийся в них гемоглобин принимают участие в регуляции такой важной константы внутренней среды организма, как pH плазмы крови, то есть участвуют в поддержании кислотно-челочного равновесия. Итак, мы сказали, что в эритроците нет ядра, и освободившееся место – это место для того, чтобы там находилась следующая структура – это гемоглобин. Гемоглобин – структура, которая включает в себя, с одной стороны, железо, и если мы расшифруем это слово, оно состоит из двух частей – это гем, и вторая часть – это глобин, то гем – это железо. Что нужно сказать про железо в составе гемоглобина? Железо в составе гемоглобина имеет двухвалентное. Мы помним, наверное, еще со школы, что железо бывает как двухвалентное, так и трехвалентное. Так вот, в составе эритроцита гемоглобин, вернее, железо в составе гемоглобина двухвалентное. Только вот это двухвалентное железо способно осуществлять ту функцию, а именно функцию дыхания, для которой предназначен гемоглобин. Бывают такие ситуации, когда железо в составе гемоглобина становится трехвалентным. Такое бывает, допустим, при отравлении угарным газом, что довольно распространено. И трехвалентное железо в составе гемоглобина уже не выполняет этой функции, функции транспорта кислорода. И вторая часть – это глобин. Глобин – это белковая структура. Как мы видим, белок имеет четвертичную структуру. Состоит из четырех аминокислотных цепей. И в основном эта четвертичная структура белка состоит из двух альфа аминокислотных цепей и двух бета аминокислотных цепей. Итак, гемоглобин. Основная функция, как мы уже сказали, это транспорт дыхательных газов. Но прежде всего будем говорить о транспорте кислорода. Произведен вдох, поступают дыхательные газы, прежде всего кислород. И легочные капилляры, они насыщены кислородом. В результате диффузии газов происходит газообмен. И кислород из крови, с капилляров, переносится эритроцитами, непосредственно соединяется с гемоглобином. И образуется соединение, которое называется оксигемоглобин. Итак, оксигемоглобин – соединение, которое образуется в легке. Дальше. Гемоглобин, находящийся в составе эритроцитов, доставляет этот кислород к тканям. Клетка без кислорода жить не может, так как только при наличии кислорода в клетке осуществляются окислительно-восстановительные реакции. Или по-другому это называется тканевое дыхание. В результате чего клетка обеспечена энергией. Отдав кислород, гемоглобин присоединяет к себе углекислый газ. И соединение, которое образуется в клетках, называется карбогемоглобин. И затем карбогемоглобин, он доставляется к легким. Там он снова диссоциирует. Образуется свободный гемоглобин, готовый присоединить к себе кислород. А освободившийся углекислый газ мы выдыхаем в окружающую среду. Итак, основная функция эритроцитов и гемоглобина – дыхательное. Дыхательное, да, участие в процессах дыхания. То есть доставка кислорода. Нужно сказать, что существует такое понятие, как кислородная емкость крови. Что такое кислородная емкость крови? Это способность гемоглобина насыщаться кислородом при условии его полного насыщения. И вот я хочу сказать, почему-то у меня пропали слайды, на которых указаны нормы эритроцитов и гемоглобина. Но давайте мы обговорим их устно. Я хочу сказать, что эритроциты, так как это самая многочисленная группа клеток, то в норме количество эритроцитов составляет, исчисляется оно вообще триллионами, количество эритроцитов. Но для удобства эритроциты в организме мужчины составляют примерно от 4,5 до 5, умноженное на 10 в 12 степени в литре. В 10-12 степени мы говорим штук, то есть количество эритроцитов в 1 литре крови. Если же говорим мы про организм женщины, то количество эритроцитов в организме женщины несколько меньше. От 4 до 4,5 на 10-12 степени, опять же, штук эритроцитов в 1 литре крови. И я всегда еще привожу нормы для маленьких детей, особенно новорожденных, потому что там имеются определенные отличия. И нужно сказать, что количество эритроцитов в крови новорожденного ребенка больше, чем в организме взрослого здорового мужчины. Составляет примерно около 6-7-10, умноженное в 12 степени, штук эритроцитов в 1 литре крови. Давайте разберемся, почему такие отличия по половым признакам и вот в детском возрасте. Нужно сказать, что у мужчин большее количество эритроцитов определяется тем, что у мужчин работает основной их половой гормон, который называется тестостерон. И помимо всех своих основных функций, которые выполняет тестостерон, одной из функций его является еще стимуляция гемопоэза. Гемопоэза, то есть стимулирует листок кроветворения, который отвечает за продукцию эритроцитов. У женщин есть свои половые гормоны, это эстрогены, они выполняют свои основные функции, но вот на функцию кроветворения, на стимуляцию гемопоэза эстрогены особого значения не оказывают. В связи с влиянием тестостерона, его стимулирующим влиянием на эритропоэз у мужчин и больше эритроцитов. Ну а также мы не будем забывать об особенностях женского организма и о физиологических потерях крови. Дети, новорожденные дети, почему у них такое большое количество эритроцитов. Это связано с адаптационными особенностями. Нужно сказать, что ребенок внутриутробно развивается в условиях незначительной гипоксии. И при рождении происходит перестройка системы дыхания. В организме мамы ребенок дышал за счет эритроцитов мамы. Соответственно, его дыхательная система не функционировала. При рождении происходит перестройка, ребенок делает вдох, он попадает совершенно в новую незнакомую для него среду. И опять же, помимо стресса, испытывает состояние гипоксии. И для того, чтобы каждая клеточка не испытывала кислородного голодания, в организме новорожденного такое большое количество эритроцитов, которое направлено как раз на транспортировку кислорода каждой клетки организма. Количество эритроцитов у ребенка постепенно будет снижаться. И где-то к возрасту 6 месяцев оно будет примерно такое же, как у взрослого человека. Что хочу сказать про эритроциты и детский возраст. Такое большое количество эритроцитов, оно уже к третьему-четвертому дню, когда ребенок дышит самостоятельно, оно не нужно. И, соответственно, происходит разрушение эритроцитов. Их много, а соответственно, их много и погибает. Разрушается. И мы с вами знаем, что разрушение эритроцитов, а соответственно, находящихся в них гемоглобина, приводит к образованию промежуточного продукта под названием белирубин. И это определяет некую желтушность кожных покровов у новорожденного ребенка. Это называется физиологическая желтуха, которая к 7-8 дню жизни ребенка, она должна естественным образом пройти. Таким образом, мы с вами выяснили, что основная функция эритроцитов и гемоглобина – это участие в процессах дыхания, то есть транспортировка дыхательных газов. И в связи с этим мы сейчас с вами познакомимся с таким понятием, как я уже говорила, кислородная имкость крови. Это способность гемоглобина насыщаться кислородом. Так вот, норма гемоглобина в крови у взрослого человека, опять же, у мужчины составляет в пределах 130-160 грамм на литр. У женщины чуть поменьше, это может быть 120-150 грамм на литр. Опять же, различия больше-меньше у мужчин и у женщин связаны с их наличием тестостерона в крови мужчин. В организме новорожденного ребенка тоже гемоглобина будет больше, это примерно где-то около 212-217 грамм на литр. Опять же, объясняется адаптационными способностями, связанными с гипоксией. Так вот, 1 грамм гемоглобина способен связывать 1,34 мл кислорода. Если мы с вами произведем несложные математические расчеты, то окажется, что если в крови человека, допустим, возьмем 150 грамм на литр гемоглобина, каждый из которых связывает 1,34 мл кислорода, то путем умножения мы получим цифру 200 мл кислорода находится в 1 литре крови. В среднем, у такого среднего взрослого человека примерно 5 литров крови в организме человека, значит, соответственно, кислородная емкость крови будет составлять около 1 литра. То есть количество кислорода в крови будет составлять примерно 1 литр. И вот этого количества кислорода будет достаточно для того, чтобы обеспечить каждую клетку организма кислородом, чтобы каждая клетка получила достаточное количество питания. Итак, бывают такие ситуации, когда по каким-либо причинам количество эритроцитов и гемоглобина снижается. Эта ситуация также всем известна, она называется анемия, или по-простому называют эту ситуацию еще малокровие. Какие же признаки анемии? Признаки анемии, прежде всего, это слабость, бледность кожных покровов, головная боль, головокружение, сонливость, могут появляться такие проявления, как шум в сердце, одышка, мышечная слабость. Ну, это и понятно. Клетка недополучает кислорода, соответственно, отсюда все вышеперечисленные проявления. Какие же причины? Причин анемии на самом деле много. Анемии бывают самые различные. Давайте остановимся на самых распространенных причинах анемии. Ну, прежде всего, причины анемии могут быть связаны с различными хроническими кровотечениями. Кровотечения могут быть желудочно-кишечного тракта, допустим, хроническое кишечное кровотечение. Хемороидальные кровотечения сюда можно отнести. У женщин это могут быть дисфункциональные маточные кровотечения, то есть хроническая кровопотеря. Следующая причина, которая может привести к анемии, это неправильное питание. Неправильное питание сюда же можно отнести к диеты, какие-то строгие диеты. А также нарушение процесса всасывания железа в кишечник. То есть это заболевание желудочно-кишечного тракта. Также бороться с проявлением анемии. Ну, прежде всего, как можно справиться с проявлением анемии, это диета-терапия. Диета-терапия направленная на восстановление уровня гемоглобина и, соответственно, соответствующего уровня железа. Про источники железа, его, скажем, нахождение в различных продуктах питания мы говорили с вами на прошлом вебинаре. Давайте немножечко вспомним и узнаем что-то новое. Железа очень много, но прежде всего, если мы говорим о продуктах животного происхождения, то на первом месте здесь стоит, конечно же, печень и мясо. Если же мы говорим о продуктах растительного происхождения, то лидером по содержанию железа являются сушеные грибы. Посмотрите, в сушеных грибах на 100 грамм продукта содержится 35 миллиграмм железа. Так как человек теряет за сутки примерно 1 миллиграмм железа, для того, чтобы его восстановить, употреблять железо нужно в 10 раз больше, потому что от того количества железа, которое мы съедаем, будет усваиваться всего лишь 10%. Поэтому мужчины должны за сутки употреблять, съедать где-то примерно 10 миллиграмм железа, а женщины в связи с особенностями их строения примерно 15 миллиграмм железа. Если диета направлена на восстановление уровня железа и, соответственно, гемоглобина и лечение в целом анемии, то нужно учитывать, что большое употребление чая и кофе способствует умыванию железа. Поэтому в этом случае нужно ограничить употребление чая и кофе. А гемоглобин включает в себя помимо железа еще и белок, белковую часть. Поэтому для лучшего усвоения белка белок лучше употреблять вместе с углеводами, углеводами, которые содержатся в овощах и фруктах. И очень хорошо к салатам овощным добавлять зелень, а именно петрушку и укроп. Это способствует усвоению железа. Мы с вами знаем, что существует три доши – вата, пита и капха. Каждая из дош является своего рода интессенцией пяти дополняющих друг друга систем регуляции. Обычно это называют субдошами. Давайте обратим внимание на субдоши, махадоши, ватадоши. Обратимся к прановата. Так вот, оказывается, что прановата – это тот показатель, который мы можем оценить на АПК «Видопульс» во вкладке «Недано». И можем оценить и узнать, что такое прановата. Что же это такое? Значит, прановата… Прана в Аюрведе ассоциируется с кислородом, необходимым, как мы сейчас выяснили, для процессов окисления, для окислительно-восстановительных процессов, а в целом для образования в клетке энергии. Однако, если мы рассматриваем прану, то ее не нужно ассоциировать вот с самим кислородом. Это не сам кислород. Это та энергия, которая извлекается в ходе тканевого дыхания, то есть в ходе тех окислительно-восстановительных процессов, которые случаются в клетке при поступлении туда кислорода. Итак, прана. Прана концентрируется в мозге и управляет многими бессознательными висцеральными функциями. И в первую очередь осуществляет контроль над процессом дыхания. Поэтому мы проводим вот такую связь между дыхательной функцией и прановатой. Следующий элемент, клеточный элемент крови, который мы сегодня будем рассматривать, это лейкоциты. Лейкоциты, или, как мы сказали, белые кровяные тельца, которых содержится в крови взрослого человека от 4 до 9, умноженное на 10 в девятой степени штук лейкоцитов в одном литре крови. Если же мы возьмем новорожденного, то у новорожденных количество лейкоцитов опять больше по сравнению со взрослым человеком и может достигать в первые дни до 30 на 10 в девятой степени штук лейкоцитов в одном литре крови. Но постепенно количество лейкоцитов снижается и достигает показателей взрослого человека. Что нужно сказать о лейкоцитах? Лейкоциты – это многочисленная группа клеток. Клетки неоднородные. Клетки, которые делятся на две основные группы. Это агранулоциты и гранулоциты. Ну, само название как бы говорит само за себя. Если мы говорим, что это гранулоциты, то это клетки, в которых содержатся гранулы. И гранулоциты включают в себя такие клеточки, как нейтрофилы, базофилы и эозинофилы. Если же мы говорим о лейкоцитах агранулярных, приставка А отрицает наличие гранул, то это два вида клеток. Это клетки моноциты и клетки лимфоциты. Нужно сказать, что лейкоциты, так же как и эритроциты, образуются в красном костном мозге. Продолжительность их жизни, так как их много, по-разному составляет их продолжительность. Она может быть от нескольких часов до нескольких месяцев. И нужно сказать, что все лейкоциты умеют мигрировать. Они умеют мигрировать из кровеносного русла ткани. Если мы посмотрим на лейкоцитарную формулу, есть такое понятие лейкоцитарная формула. Мы не будем сейчас разбираться со всеми особенностями лейкоцитов, остановимся только на основных понятиях. Если мы рассмотрим лейкоцитарную формулу здорового человека, то мы увидим, что от общего количества лейкоцитов каждый вид клеточек находится в определенном количестве. Это количество определяется в процентах. Давайте посмотрим, что больше всего из всех представленных клеток лейкоцитов два вида. Это нейтрофилы. Посмотрите, это самая многочисленная группа лейкоцитов. Она может составлять до 65% от общего числа лейкоцитов. И вторая по многочисленности группа клеток – это лимфоциты. Они могут достигать до 40% от общего количества лейкоцитов. Итак, мы видим, что клеток лейкоцитов очень много, но тем не менее все лейкоциты выполняют одну большую функцию для нас – это защитная функция. Или по-другому эта функция называется иммунная. Итак, лейкоциты формируют в организме кровяной и тканевой барьеры против микробной, вирусной, паразитарной инфекции и поддерживают регенерацию тканей. Какие же главные функции в связи с этим лейкоцитов? Прежде всего, это фагоцитоз. Что такое фагоцитоз? Дословный перевод понятия фагоцитоз означает поедание, пожирание. То есть лейкоциты за счет того, что они умеют мигрировать, то есть передвигаться из кровеносного русла в ткань, они способны уничтожать, дословно поедать чужеродный агент, то есть различных бактерий, вирусов. Следующая функция – это продукция антител. Продукция антител уже относится к такому понятию, как специфический иммунитет. То есть если фагоцитоз – это иммунитет не специфический, то есть его обеспечивают, как мы видели, самая многочисленная группа клеток – это нейтрофилы. И они у нас будут являться клетками первой линии обороны. Им все равно, кого уничтожать. Поступил чужеродный агент, любые бактерии, они их уничтожают. Если же мы говорим о продукции антител, то это уже иммунитет специфический. Антитела – это как раз будут лимфоциты. Это клетки, которые стоят вторыми по своей численности. Антитела вырабатываются конкретно на какой-то определенный антиген. Ну, допустим, все мы знаем такое инфекционное заболевание, как ветряная оспа. Наверное, многие перенесли его в детском возрасте. Ветряная оспа вызывается вирусом ветряной оспы, который проникает в организм. И иммунная система именно на этот антиген, именно на вирус ветряной оспы, начинает вырабатывать антитела. Эти антитела умеют распознавать и бороться только с вирусом ветряной оспы и больше ни с чем. Специфика. И нужно сказать, что эти антитела остаются с нами в течение всей жизни и обеспечивают нам иммунитет пожизненный. Если же наш организм встречается с таким антигеном, как, допустим, вирус гриппа, вирус гриппа, бывает различных штаммов, различных групп, если в организм проникает вирус гриппа группы А, то иммунная система, а именно лимфоциты, срабатывают таким образом, что вырабатываются антитела именно против этой группы вирусов. И если, переболев гриппом группы А, человек заболевает гриппом, вызванным, допустим, вирусом группы В, то антитела, которые выработались у него в первом случае, они уже будут бессильны, то есть нет специфики. Итак, антитела – это специфический иммунитет. Другие лейкоциты, которые мы с вами также обозначили, это эосинофилы, базофилы, они принимают участие в удалении токсинов, то есть обладают антитоксической активностью, убирают токсины белкового происхождения. Токсины бывают различные теологии. Допустим, токсины возникают в результате жизнедеятельности различных паразитов, которые живут в организме человека, тех же самых, допустим, аписторхисов или лямблей. Лейкоцитарной формулой мы познакомились. Я хочу рассказать об особенностях клеток лейкоцитов в детском возрасте. Определенная специфика детского возраста. Что это такое? Вы перед собой сейчас видите изображение, где отмечаются два физиологических перекреста, которые наблюдаются в определенные возрастные периоды. Ребенок рождается, и у него распределение между нейтрофилами и лимфоцитами, на которых мы сейчас остановили свое внимание, оно точно такое же, как у взрослого человека. То есть нейтрофилов больше, лимфоцитов меньше. Такая ситуация продолжается недолго. Такая ситуация продолжается всего лишь до пятого дня жизни. Или по-другому четвертый-шестой день. Где-то на пятый день жизни количество нейтрофилов и лимфоцитов сравнивается. И тех, и других наблюдается примерно по 40-45%. А после этого, как мы видим, начинается прирост лимфоцитов и наоборот уменьшение нейтрофилов. То есть в возрасте от пяти дней жизни до пяти лет жизни в крови ребенка преобладают лимфоциты, тогда как нейтрофилов гораздо меньше. В возрасте пяти лет, в среднем где-то это 4-6 лет возраста, наблюдается обратный, второй перекрест, когда количество нейтрофилов достигает нормы взрослого человека и количество лимфоцитов снижается, достигая также показателей нормы взрослого человека. Можем задать себе вопрос, а зачем это нужно? Зачем в возрасте, до пяти-шестилетнего возраста ребенка в крови преобладают из лейкоцитов именно лимфоциты? А мы сейчас с вами разобрали, а какую же функцию выполняют лимфоциты? А лимфоциты – это те клетки крови, которые участвуют в продукции антител. Именно этот возраст ребенка, когда он сталкивается с большим количеством антигенов, с различными инфекциями, и сталкиваясь с этими инфекциями, организм за счет того, что очень много лимфоцитов, вырабатывает антитела и обеспечивает таким образом иммунитет на всю жизнь дальнейшую этого человека. Какие могут происходить отклонения в количестве лейкоцитов? Лейкоциты могут как повышаться, так и понижаться. Если мы говорим о повышении количества лейкоцитов в крови, то эта ситуация будет называться лейкоцитозом. Лейкоцитоз, однако, делится на две группы. Это бывает лейкоцитоз физиологический или совершенно нормальный, который сопровождает определенные ситуации жизненные. Допустим, после физической нагрузки в крови человека повышается количество лейкоцитов, и это совершенно естественно. Называется лейкоцитоз миогенный или по-другому мышечный. Также лейкоцитоз может быть в результате стрессовых реакций. Стрессовый лейкоцитоз. Эмоциональный выделяют лейкоцитоз. Количество лейкоцитов может повышаться при беременности. И это нормальная ситуация. А также еще выделяют пищевой лейкоцитоз. То есть после, так скажем, обильного приема пищи количество лейкоцитов в крови повышается. И поэтому вы знаете, что даже общий анализ крови всегда сдается натощак. И лейкоцитоз бывает еще патологический. Это лейкоцитоз, который сопровождает все воспалительные реакции. Поэтому любое воспаление сопровождается лейкоцитозом. И лейкоцитоз – это неспецифическое проявление любого воспалительного процесса. Количество лейкоцитов при воспалительной реакции повышается. И это совершенно естественно, потому что работают защитные силы организма, направленные на борьбу с инфекцией. Обратная ситуация. Количество лейкоцитов может также снижаться. И снижение лейкоцитов – это ситуация, которая называется лейкопения. Лейкопения возникает при угнетении листка кровотворения, что может быть вызвано несколькими ситуациями, такими, допустим, как воздействие радиации, то есть ионизирующего излучения. Это влияние химиотерапии и различные апластические процессы, допустим, пластическая анемия может сопровождаться также еще и лейкопения, то есть происходит угнетение всех листков кровотворения. Итак, мы сейчас с вами познакомились со вторым видом клеток крови, это клетки лейкоциты, и вновь обращаемся к аюрведическим представлениям, к понятиям. Давайте сейчас обратимся к такому понятию аюрведы, как отжиз. Что такое отжиз? Отжиз – это тончайшее проявление силы иммунитета, интегрирующей все существо. То есть мы можем напрямую связать проявление иммунитета и понятие отжиз. Отжиз – это фундамент физического иммунитета. Фундамент физического иммунитета создает ауру. Аура – это первая линия обороны от вторжения извне. При слабом же отжизе негативное просачивается сквозь ауры, и организм становится слаб и подвержен различным заболеваниям. Таким образом, изменение системы иммунитета, ослабление системы иммунитета ухудшает репаративные функции, что приведет к старению клетки. Таким образом, иммунотропная активность стимулирует отжиз. Но чем можно простимулировать иммунитет, что обладает иммунотропным действием? Мы все прекрасно знаем о правильном образе жизни, о закаливании, о приеме витаминов и так далее. Я хочу сегодня немножечко остановиться на иммунотропном действии некоторых продуктов. Тех продуктов, которые стимулируют иммунитет, не прибегая к каким-то химическим факторам. Ну, прежде всего, иммунотропным свойствами обладают такие продукты, как корень имбиря, именно корень имбиря, который содержит в себе огромное количество витамина С. Может использоваться в качестве и приправы, и изготовления, допустим, различных напитков. Второй продукт, обладающий иммунотропным действием, это лимоны. Лимоны, в которых также содержится большое количество витамина С. Нужно сказать, что витамин С разрушается при термической обработке, поэтому принято пить чай с лимоном, да, лимон опускать в чашку с чаем. Лучше, что называется, пить чай в прикуску с лимоном, тогда витамин С в больших количествах поступает в организм. И следующий продукт, который я хочу назвать, это, конечно же, мед. Мед – превосходный продукт, которому содержится огромное количество витаминов, в нем содержится много антиоксидантов. Мед для иммуностимуляции лучше применять вместе грецкими орехами или с курагой или черносливом. Достаточно по чайной ложке, допустим, утром и вечером. Только в том случае, если на мед не испытывает организм аллергических проявлений. И еще один продукт, который тоже мы все знаем, он легко доступен, это кефир. Кефир – это жидкий кисломолочный продукт, в котором, все мы знаем, содержится кальций, в нем содержится витамин D, в нем содержатся кисломолочные бактерии, которые улучшают процесс пищеварения и тем самым предотвращают проникновение различных микробов в кишечник. Хочу сказать, что в толстой кишке у нас с вами живет огромное количество микроорганизмов. И это хорошо. Эти микроорганизмы, которые живут в толстой кишке, они обеспечивают иммунитет. Если микроорганизмы по какой-либо причине нормальные исчезают, допустим, после приема антибиотиков, то место пустым не бывает. Оно тут же соселяется патогенной микрофлорой и развивается состояние, которое все знают, как называется, называется дисбактериоз. Так вот, кисломолочные продукты, в которых содержится определенное количество этих самых кисломолочных бактерий, обеспечивают нормальную флору, нормальное состояние бактериальной толстой кишки. Поэтому отжаз мы связываем с иммунитетом. Следующий, третий клеточный элемент – это тромбоциты. Тромбоциты называют еще клеточными пластинками, кровяными пластинками. Это даже не полноценные клетки. Это пластинки, даже обломки от большой клетки мегакариоцита. Это пластинки, их обычно называют клетки, они тоже не содержат ядра. Их в крови содержится примерно от 180 до 320 на 10 в девятой степени штук тромбоцитов в одном литре крови. Какую же функцию выполняют тромбоциты? Тромбоциты выполняют функцию, основная и главная их функция – это участие в свертывании крови. Но помимо этого, тромбоциты обеспечивают нам ангиотрофическое действие. Ангиотрофическое – это трофика, то есть питание стенки сосудов. А также тромбоциты принимают участие в местных реакциях иммунитета. Тромбоцит – совершенно плоская клеточная структура, однако при активации тромбоцита, активироваться тромбоцит может при повреждении кровеносного сосуда, он изменяет свою форму. И вот здесь вот видно форма тромбоцита, он становится форма распластанная, появляются такие псевдоподии. И активный тромбоцит – это уже неспокойная клеточная какая-то пластинка. Это клеточная пластинка, из которой в кровь начинают выходить большое количество различных гормоноподобных веществ, которые находятся в гранулах тромбоцитов. Это и серотонин, и адреналин, и это факторы АДФ, и фибриноген. То есть в гранулах тромбоцитов содержится огромное количество гормоноподобных веществ. Которые, ну, прежде всего, принимают участие в процессах свертывания крови. Нужно сказать, какие существуют отклонения в количестве тромбоцитов. Также тромбоцитов, как любых других клеток, может быть повышенное количество, и эта ситуация будет называться тромбоцитоз. Тромбоцитоз сопровождает ряд таких заболеваний, ну, допустим, ревматоидный артрит, ревматизм – это аутоиммунные заболевания. Язвенный колит – это тоже аутоиммунное заболевание. Милолейкоз – это тоже такое злокачественное проявление. И вторая крайность – это тромбоцитов, вернее, может быть меньше нормы. Сниженное количество тромбоцитов называется тромбоцитопения. Когда наблюдается? Наблюдается при лейкемии. Заболевание крови связано с нарушением продукции в крови, лейкоцитов, о которых мы сейчас говорили, об угнетении листка этого кроветворения. Томбоцитопения наблюдается при циррозах печени, а также при хронических инфекционных заболеваниях. Хочу остановиться на том, что из себя представляет тромбоцит, если заглянуть ему вовнутрь. Ядра нет, клеточная пластинка, зато в тромбоците огромное количество гранул. И наиболее, так скажем, изученными и понятными являются плотные гранулы и альфа-гранулы тромбоцитов. Посмотрите, что содержится в этих гранулах. В них содержится АДФ, серотонин, про который мы сейчас говорили, это ионы кальция, так называемый, пул, запас кальция, антиплазмин, адреналин, гистамин. Все это очень биологически активные вещества. Таким образом, тромбоцит, помимо основной своей функции, функции участия в гемостазе и остановке микровотечения, он еще является как бы депо. Такие цистерны внутри его запасены с различными биологически активными веществами. А если есть биологически активные вещества, то тогда, когда они выделяются в кровь, они, соответственно, принимают участие в определенных реакциях метаболизма. Таким образом, тромбоциты мы можем ассоциировать с следующим эролитическим представлением, таким как тэджес. Что же такое тэджес? Тэджес – это огонь. Мы ассоциируем, если в физиологическом аспекте, то с процессами метаболизма, теми процессами метаболизма, которые контролируются и регулируются гормонами. Так вот, гранулы тромбоцитов, мы сейчас увидели, содержат огромное количество биологически активных веществ. В большинстве своем эти биологически активные вещества являются гормонами, которые, выделяясь в кровь, принимают участие в процессах метаболизма. Итак, сегодня мы с вами узнали о клеточном составе крови. И оказывается, что клеточный состав крови мы можем оценить также, используя аппаратно-программные комплексы ДАПУЛЬС, используя вкладку НИДАНА. И, соответственно, посмотрев во вкладке ТХАТУ, ткани, да, мы можем оценить такую ткань, ТХАТУ, как РАКТА. РАКТА – это вторая из тканей тела. На прошлом вебинаре мы узнали о РАСА и говорили, что РАСА ассоциируется с кровью, но с жидкой ее частью, то есть непосредственно с плазмой. Сегодня мы говорим о РАКТЕ. Итак, РАКТА – это вторая из тканей тела, которая образуется из РАСЫ, печени и селезенки. Буквально РАКТА ассоциируется с клеточными элементами крови, то есть эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Итак, мы сейчас про это проговорили. Эритроциты мы ассоциируем с праной, то есть все, что связано с дыханием, в частности с кислородом, а именно с той энергией, которая обеспечивает кислород каждую клетку организма. Лейкоциты ассоциируем с соджесом, а именно глобулины, то есть лейкоциты, которые обеспечивают нам иммунную защиту, обеспечивают эту ауру, через которую не должны проникать чужеродные агенты. И тромбоциты, клеточные пластинки, которые мы ассоциируем с соджесом в связи с тем, что тромбоциты содержат в гранулах большое количество различных гормонов. Итак, вот здесь вы видите ту вкладку, вкладку тхату в модуле недана, где мы можем оценить вторую ткань. Вторую тхату – это ракта, она представлена красным цветом. Точно так же ткань может находиться либо в нормальном состоянии, попадая в зеленую часть спектра от 1 до 4, либо быть в состоянии напряжения, это красная часть спектра, все, что больше 4, либо находиться в состоянии истощения, если значения попадают в желтую часть спектра. Давайте обсудим, когда это может встретиться. Итак, истощение ракта тхату наблюдается при высокой ватте и пите, при этом низкая капха. Что это может быть? Это может быть анемия, то есть дефицит праны. Так же это может быть при ситуации, когда высокая ватта, низкая пита и капха, а это уже лейкопения, то есть что это? Снижение количества лейкоцитов. Это иммунодефицит. А так же это может быть проявление нарушения свертываемости, что мы называем коагулопатии, нарушение свертываемости крови, либо это проявление гиперкоагуляции, то есть повышение вязкости крови. Обратная ситуация. Тогда, когда может наблюдаться, наоборот, напряжение ракта тхату, когда показатель уходит в красную часть спектра, то есть становится больше, чем 4. Это ситуация, которая сопровождается высокой питой, низкой или высокой ватта и капха. Чем это проявляется? Это может сопровождать геморрагические диатезы, ну или по-другому это кровотечение. Проявление геморрагические диатезы, ну чтобы было понятно, это вот появление на коже питейхи при сильном надавливании, допустим, на кожу, да, чуть посильнее взяли за руку и остаются такие небольшие синячки. Вот это и есть проявление геморрагических диатезов, одно из проявлений. А также напряжение ракта может быть связано с воспалительными реакциями, то есть с лейкоцитозом. Тогда, когда количество лейкоцитов в крови увеличивается, это может свидетельствовать как об остром процессе воспаления, либо о хронических каких-то воспалительных реакциях. Следующее. Это рактовахасротас. Что это такое? Это каналы. Те каналы, которые мы видим, колесо поддержки. Мы видим, да, что ракта берет свое начало из праны. Мы сейчас сказали про это. Соответственно, что такое рактоваха? Рактоваха – это каналы, переносящие кровь. Ракт, клеточный элемент. Ракты соотносятся с кровеносной системой, берут начало, как мы видим, в печени и селезенке. Недостаток праны приведет к нарушению питания рактатхату. И мы увидим между этими двумя тканями желтую стрелку. Недостаток. Если же мы будем говорить о напряжении. Напряжение в аюрведе связано с таким понятием, как ама. То есть это интоксикация или по-другому зашлаковывание, чем метаболическим мусором. То есть вот это вот напряжение между праной и рактой будет сопровождаться красной стрелкой. То есть говорит о напряжении, о зашлаковывании. Это проявление таких состояний, как атеросклероз, гипертония, в целом склероз. Ну и так же, как и на прошлом вебинаре, мы подготовили для вас две таблицы. Одна из этих таблиц представляет собой травы, которые влияют на рактатхату в зависимости от определенного доминирования типа Доши. И вторая таблица. Это таблица, представленная специи. Так, травы. И следующая таблица – это специи. Куда мы внесли некоторые самые распространенные специи, которые также оказывают определенное влияние на рактатхату. Но, опять же, можем задать такой вопрос, что рактатхату может быть как в напряжении, так и в истощении. Травы и специи обладают моделирующим действием. И, соответственно, их можно применять в целом при изменении показаний рактатхату. Опять же, если мы обращаем свое внимание к травам и видим, что травы обладают седативным эффектом, то, соответственно, их лучше применять в том случае, если идет напряжение по рактатхату. Позвольте на этом закончить. Спасибо всем за внимание. Я хочу сказать, что тема следующего нашего вебинара будет посвящена работе сердца, физиологии сердца. Мы познакомимся с основными параметрами работы сердца. Разберем формирование сердечного цикла, о котором мы постоянно говорим на обучение. Поймем, почему сердце у нас работает, от чего это зависит, продолжительность сердечного цикла. Немножечко познакомимся с вариабельностью. И познакомимся с оценкой мамсатхату. Это третья ткань, одним из проявлений которых является также состояние миокарда, то есть сердечной мышцы. Спасибо за внимание. Так, я вижу вопрос. Будет ли выложена запись вебинара? Ну, конечно, будет осуществлена рассылка вебинара. Спасибо вам. Ну, судя по всему, вопросов больше нет по теме. Елена Алексеевна, благодарим вас за столь интересную тему. Вот, следующий вебинар ориентировочно на 11 ноября. Всем хорошего вечера и отличных выходных. Спасибо. Спасибо.